Конечно, война скоро изобновится. Я в этом не сомневаюсь. Минские соглашения – это фейк и блеф. Я об этом неоднократно говорил, это было понятно с самого начала, поскольку в этих соглашениях не участвует главный их субъект – Россия. Путин ни за что не отвечает. Он устроил эту войну, и он ни за что не отвечает. Он настаивает на том, что там прямые переговоры между Украиной, который является международным правовым субъектом, и так называемый ДНР, ЭЛНР, который не имеет никакого юридического статуса и является придатками его самого, Владимира Владимировича, дорогого нашего любимого. Все будет зависеть от того, насколько Путина унизят и оскорбят в преддверии 9 мая. Судя по всему, ни один член, ни один руководитель государства, члена коалиции «Держав-победительниц» во Второй мировой войне не приедет на это праздновать. И вообще никто не приедет. Приедет только лидер Северной Кореи Ким Чун Ын и президент Венесуэлла Мадуро. Он также приедет, конечно, лидер стран СНГ, кроме Украины. А Путина, поведение Путина реактивное. Вот его обидят, и он снова начнет войну. Потому что вся эта война, которая сейчас происходит, является чутительным механизмом принуждения Запада к любви. Смотрите, конечно, показательные аресты, на мой взгляд, были несколько излишними показательными, но все-таки, поскольку я не украинский эксперт, а российский, я хотел бы заметить, что Ким Чун Ын еще очень напоминает современную Россию по темпам и способам эволюции ее общественно-политического развития. И именно Ким Чун Ын и вся эта семья много раз шантажировали мир ядерной войной. Этот опыт перенял Владимир Владимирович Путин. Я прекрасно помню, как вот в такой же смерти, как сейчас я нахожусь, на 11 этаже без лифта в студии канала Интер, умер его отец Ким Чун Ыр. Я ехал в машине как раз тогда, и радио сообщило о смерти Ким Чун Ыра. Это было гениально. Было сказано, что 6 стран привели свои войска в состояние повышенной боевой готовности в связи со смертью Ким Чун Ыра. И было также заявлено, официальная версия была заявлена властей Северной Кореи, о том, что Ким Чун Ыр скончался по причине смертельной усталости от любви к Родине. Вот это настолько напоминает сегодня ситуацию в России. Нет, но давайте сейчас не про ситуацию в Украине. Не про ситуацию в Украине, если можно. Как она вам представляет, ситуация в Украине? Она мне представляет весьма хаотической, конечно. Я думаю, что дело с Игорем Валерьевичем Коломойским не закончено. Это величайший авантюрист и аферист всех времен народов, который не может закончить свою карьеру на поражении. Но давайте сейчас не будем устраивать здесь обсуждение личного дела господина Коломойского. Вроде как ситуация разрешилась. Да, потому что на российских телеканалах обсуждается только Коломойский. Вот в России сейчас, вы, наверное, Евгений Алексеевич, как главный телеведущий России недавнего прошлого не знаете, а я, как главный телезритель России и современности, знаю, что обсуждается только Коломойский. А аресты в прямом эфире обсуждаются или нет? А аресты в прямом эфире обсуждаются? Аресты во время заседания Кабмина в прямом эфире обсуждаются? Нет, аресты в прямом эфире не обсуждаются. Обсуждается, собственно, в истории России сейчас есть четыре фигуры важных. Это Петр I, Екатерина II, Владимир Путин и Игорь Валерьевич Коломойский. Вы специалист, действительно, сказали, что вы специализируетесь по России. У меня к вам вопрос чисто абсолютно касаемо России. Скажите, пожалуйста, вот меня беспокоит один вопрос. Кто, вообще, знаете, в серии, а был ли мальчик? У вас там пропал один мальчик, потом как бы появился на встрече с президентом Кыргызстана. Они похожи или нет? Это мальчик таки есть или нет? В смысле, Путин жив или его таки нет? Помните, была такая шутка в КВН конца 80-х годов? Кинг-Конг жид. Жид. Вот. Я не знаю, жив ли Путин. Я его не видел довольно давно, много лет. По моим представлениям, он проходил операцию пластической хирургии очередную. Потому что на встрече с президентом Кыргызстана он сиял просто как новенький. Как начищенный самовар. Он или его дублен? Это совпадается... Нет, я так не думаю. Все-таки при всем уважении к конспирологическим теориям, думаю, что Вадим Ильич выходит на эти встречи сам. И, конечно, пластическая хирургия требует, чтобы несколько дней посидеть в тишине. Во тьме и тишине. Как я сижу, собственно, и сейчас в студии канала Интер без лифта на 11 этаже. Но...